Уровень громкости подложки слишком высок и иногда перекрывает голос диктора. Тем не менее, в целом я считаю, работа очень удачной. Ольга показала себя как креативный, неравнодушный журналист с отличными навыками зиму режиссера. На мой взгляд, ради очереди заслуживает Ольгу вложить на цикле. Продюсер программного отдела Финамукан Василия Васильева. Спасибо. Я согласна, что возможно, так как я играла больший уровень на монтаж, и руководит по мне, может быть, что-то отходило. Но я буду этим работать, потому что тема очень серьезная, потому что можно рассматривать с разных сторон. И в дальнейшем я буду учитывать, что все, что надо, надо понимать. Можно я скажу несколько слов, которые вы не поддержите? Потому что я, допустим, как молодая мама, я не считаю, что в данной очереди в целевой аудитории больше являлись юные журналисты. Нет, не очерк. Я говорил не очерк. Я говорю только о приложении. А, приложение. Я только о приложении. Хорошо. Я тогда в целом хочу сказать о теме, что она, безусловно, очень актуальна и интересна, потому что я, как молодая мама, могу много сказать об этом, что сегодня смотрят дети. Меня очень волнует эта проблема, да, и своему ребенку я включаю это в нашей бутике, она это, к счастью, с удовольствием смотрит. Поэтому тема очень важная и интересная. Поэтому большое спасибо, что вы ее поправили. Очень хороший очерк. Спасибо большое. Я тоже хочу сказать только об очерке, что очерк делан профессионально. Правда, вот эта критика в тональности, она справедлива и действительно настолько эмоционально, экспрессивно звучит музыка, сами фильмы, они побивают все, что не только разбивается этот очерк на ряд таких эпизод. Но я представил, если я слушаю его по радио и, соответственно, смешировав вот эти вот уровни шумов, то, разумеется, очень значимый и актуальный, и умело составленный, с умело выбранным, выбранной персоной в качестве интервьюируемой очерк. Тем более это актуально, что недалее как два-три дня назад я прочитал открытое письмо в новой газете ряда ведущих наших мультипликаторов, начиная с Нортейна, на имя президента и Путина, и буквально их открытое письмо, оглавлено, кому праздновать юбилей, потому что люди, союзный ученик, паралет, исполняется, но некому праздновать, потому что таковой студии практически нет средств на выпуск вот этих вот замечательных фильмов. И когда в подписях я вижу, там, Лонштейн, автор, тектор-тектор, там еще ряд фамилии, где-то ежик-то маме, там, где-то не имеется фильмы, и передо мной встает и мое детство, и детство моих внуков. Действительно, это целый класс нашей культуры. И в свое время он был продан, этот класс, потом от них с отрывками эти мужчины опять вернулись на родину, но мы же должны продолжать вот эти традиции, развивать эти традиции, и, разумеется, сам радиоочек, и его взять вот так вот в обособленном виде, тем более от всех, особенно как от этих всех пристегнутых показов, он, разумеется, заслуживает высокой оценки. Но вот это приложение, я считаю, совершенно ни к чему. И у вас, по-моему, мало литературы, всего три книги, на которых вы основываетесь, когда говорите о жанре очерк-какертичный, еще три книги. По-моему, здесь намного было тоже. Спасибо. Уважаемые члены комиссии, уважаемые защищающиеся, дамы и господа, присутствующие в зале. Я все же не понимаю, что я смотрел. Но я хотел бы методически разобрать вашу защиту. Вы выдвигаете на защиту выпускную работу, которая называется «Проблемный радиоочерк. Мультфильм, подчеркиваю, фильмы в жизни ребенка». Что мы смотрели? Радиоочерк. Какой мультфильм? Подводите. Написано «Мультфильм в жизни ребенка». Не музыка мультфильма в жизни ребенка, а мультфильм в жизни ребенка. Что мы смотрели? Я увидел один фильм? Нет. Вы увидели? Возможно. Но тогда мы будем похожи на компанию, которая давно близнеет известных сказочек. Король-то гол, одежды-то у короля нет. Что машите-то? Если вы хотели показать музыку к мультфильму, тогда изберите соответствующую форму ее показа. С остановками необходимыми, с критикой к фильмам, соответствует и музыка кадрам, которые в том или ином мультфильме, раскрывают они глубже область, показывая им мультфильмы, или не раскрывают, тогда я буду понимать, о чем это трещит. А здесь я ничего не понимаю. И не нужно заменять существо нашей выполненной работы актуальностью темы. Это самое опасное, самое скользкое и самое нечестное в науке дело. Выбирать актуальную тему – это одно дело, а сделать ее правильно – это другое дело. Актуальных тем огромное количество. Мы поглядя сейчас в актуальности. Я понимаю ностальическую тревогу нашего председателя, что сейчас у нас нет тех фильмов, которые будут быть фильмом блестящих, от которых все хохотали, все бросали из слушателей, из смотрений, и даже взрослые. Поэтому я не считаю, что мы заслушали ту работу, которая здесь названа. Я не видел ни одного мультфильма. И не слыхал ни одной вашей реплики, как защищающейся, по поводу того, что вот такая эта музыка, блестящая, раскрыла образ. Там, скажем, какой чудный фильм был, где лошадка этого, газели, делает монеты, огромный поток. Чудный был мультфильм. Лучше делал музыку или хуже. Этого я не слыхал. А я 10 минут слушал, бог знает что. Рисунки плавают. Это нездоровых людей уличеют. Они думают, что музыку можно за колючками движущимися изображать. Но я видел это на всемирной выставке в Брюселе еще в 1958 году. Как шутка, там было попробовано. Фонтаны там-то плясали под музыку. Но фонтаны и в одновременно цвет. Менялся. Но это все-таки ритмически было объединено. И там было видно все. А здесь я ничего не понял, о чем мы ведем риск. Я извиняюсь, может быть я ошибаюсь, комиссия решится, как мы уже поступить в это. А я не могу ничего здесь сделать. Можно выяснилось? Не делайте из меня человека, не видевшего фильма. Я их просмотрел сотни. Спасибо. Спасибо, Яков Павел Алексеевич. Кто хотел бы еще раз высказать? Я, пожалуйста. Да, пожалуйста. Яков Павел Алексеевич, вы знаете, тема заявлена проблемной радиоочерк. И... Можно я теперь скажу, Яков Павел Алексеевич? Я вас выслушала. Пожалуйста, выслужите теперь меня. Слава, пожалуйста. Вы не можете сказать о том, что какую-то проблему можно освещать только в одном виде СМИ. Мы не говорим о том, что только телевидение или только печатная пресса или только радио освещает какую-то проблему. Я думаю, что радиопередача о мультфильмах имеет свое право на существование. Ведь у нас также на радио существуют программы о режиссерах, в которых также рассказывать об их фильмах. И никаких претензий и вопросов. Мы в данном случае никому не высказываем. И звучит музыка естественная. Здесь тема поставлена. Мультфильмы – это название передачи мультфильма в жизни ребенка. Название проблемы – это проблемная радиоочерк. Я думаю, что никаких вопросов данная тема вызывать не должно. Спасибо. Я хочу. Я не должен вам сразу подпишись. Для каждой темы есть своя форма выражения. Содержание определяет форму. А не форма содержания. Вы говорите, что на радио про режиссеров рассказывают, про телевизион. про телевизион. Давайте я готовлюсь. Всем пока coronavirus. Продолжение следует...